Сотрудникам надо заниматься. И заниматься надо лично. Такой, знаете, очень важный такой момент, на который, обращая внимание, очень часто возникают такие ситуации. Сидишь на каком-нибудь совещании с топ-командой какой-то компании, спрашиваешь у собственника, как дела с продажами, продажи не выполнены, ну план продаж не выполняется. Спрашиваешь, почему, ответ очень простой, сотрудников не хватает. Спрашиваешь, кто в этом виноват, и все показывают пальцем на девочку кадрючку, или девочку по персоналу, или девочку HR, ну в разных компаниях они называются по-разному. Вот это такой для меня очень тревожный сигнал, когда ответственность за найм людей в силу каких-то причин лежит на несчастной или счастливой, или полунесчастной, так как в разных компаниях по-разному персональщицы. Я вот как-то сам к этому сразу пришел, и затем эту идею убеждаюсь все дальше, дальше, дальше. Схема очень простая. За найм людей необходимого количества, необходимого качества отвечает персонально руководитель каждого непосредственного подразделения. То есть, если в магазине нет сотрудников, виноват директор магазина. Если в отделе продаж не хватает сотрудников, виноват начальник отдела продаж. Если в департаменте не хватает сотрудников, поэтому лично это очень важно, потому что, когда ты понимаешь, что тебе никто не поможет, берешь и делаешь сам. Когда ты думаешь, что за это отвечает кто-то другой, возникает совершенно другая история. Спецназ лучше регулярной армии. Такой, знаете, тоже очень интересный принцип. Появился от простой лени. На заре своей деятельности прочитал фразу, не знаю, кто автор, но фраза очень такая прикольная. Сложность управления пропорциональна квадрату количества объектов управления. Такая очень хорошая фраза, ее очень хорошо говорить после обеда. Когда ее говоришь, повторяешь несколько раз, люди сразу начинают спать. То есть, можно быстро продолжать заканчивать выступление. Еще раз, сложность управления пропорциональна квадрату количества объектов управления. Два сотрудника в подчинении имеют сложность управления 4, 3, 9 и так далее. Поэтому, чем меньше людей у тебя в подчинении, тем им легче управлять. Ты получаешь возможность каждому из них платить больше Поэтому принцип этот очень люблю И всегда стараюсь по возможности иметь в отделе продаж В департаменте продаж как можно меньше сотрудников Сотрудников надо развивать Заниматься и развивать не одно и то же Допустим, идет совещание отдела продаж Собрание отдела продаж Сотрудник опоздал на это собрание Ты ему делаешь физическое замечание Это ты им занимаешься Если ты поехал сотрудником отдела продаж На переговоры с клиентом Увидел, что он в ходе переговоров с клиентом начинает косячить Ты вмешиваешься в переговоры, выруливаешь ситуацию Затем по ходу движения обратно Рассказываешь ему, что он сделал неправильно Как именно можно сделать правильно Ты его развиваешь Поэтому и заниматься и развивать Это тоже задача непосредственно руководителя Ну и наверное самый важный принцип Лояльность прежде всего Вот это наверное из этих пяти слайдов Наверное там наиболее основной, наиболее значимый О чем идет речь? Такая картинка Всех сотрудников во всех компаниях Департаментах, отделах Не важно как называется подразделение, филиалах Всегда распределяю по четырем категориям По одной оси лояльность, по другой оси квалификация Ну с осью квалификации все достаточно понятно Сотрудник разбирается в том, чем он занимается Он знает продукт, он знает техники продаж Он знает документы оборот компании Знает какие-то сервисные стандарты Ну то есть тот набор знаний, который он должен знать В силу своей там сферы деятельности Что такое лояльность? К лояльности подхожу очень просто Для меня лояльность это сотрудник согласенно разделяет Способы и методы управления, которые к нему применяет Непосредственно руководитель Еще раз, сотрудник согласенно разделяет Способы и методы управления, которые к нему применяет Непосредственно руководитель Никаких сложных методик там оценки Там 360, каких-нибудь там Тестирований, всего-всего-всего остального Вот такое простое правило. Пример. Берем вариант розницы. Я собираю сотрудников розничного магазина и говорю, мальчики, девочки, у меня для вас хорошая новость. В связи с тем, что наш магазин не выполняет план продаж завтрашнего дня и до тех пор, пока не выйдем в план продаж, наш магазин работает на 2 часа дольше, за увеличение продолжительности рабочего дня платить не буду. Как себя поведет в такой ситуации лояльный сотрудник? Он, конечно, вряд ли будет радоваться, говорить, как здорово, шеф, ты придумал. Ну, то есть отличная идея, я давно это хотел предложить, уже написал заявление об этом, но ты меня опередил. Они, конечно, побурчат, побурчат, но работать будут. Если сотрудник не лояльен, то его проявление будет более... Он будет косить, он будет жаловаться, он будет саботировать, он будет это делать явно, неявно, писать какие-то там жалобы в разные родные инстанции, угрожать вам. Список можно продолжить. И получается, если по этой IC распределяется к сотрудникам, получается 4 категории. Понятно, что самые любимые, самые такие замечательные для любого руководителя сотрудники квалифицированные, лояльные. Если они такие у вас есть, берегите их, это ваш золотой фонд, это ваше там, ваше все. С ними, наверное, там все достаточно понятно. Сотрудники неквалифицированные, нелояльные. Левый нижний угол. Таких сотрудников в компании быть не должно. Левый нижний угол. Продолжение следует...